Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим пирог с курицей и сыром. Для приготовления нам потребуется 400 грамм курицы, я взяла филе бедра, можно взять просто куриное филе. Также нам потребуется 100 грамм твердого сыра, 110 грамм муки, небольшая луковица весом 70 грамм, 80 грамм сметаны, 2 яйца первого сорта, чайная ложка разрыхлителя теста, черный молотый перец, сладкая паприка и пару столовых ложек подсолнечного масла, а также соль. Приготовим начинку. В чашу мультиварки наливаем 2 столовые ложки масла. Выбираем режим жарка, ждем 2 минуты, чтобы масло успело нагреться. При закрытой крышке масло нагревается быстрее. Масло нагрелось. Отправляем обжариваться мелко порезанный лук и сразу туда добавляем курицу, не крупно порезанную. Жарим вместе. Итак, курицу я жарила 15 минут, то есть я добавила еще 5 минут, чтобы выпарилась вся жидкость. Курица посветлела. Пока соль и специи сюда не добавляем. Отключаем режим жарка. Горячую курицу перекладываем в тарелку, добавляем специи, пол чайной ложки паприки, 1 третья чайная ложка черного молотого перца, пол чайной ложки соли. Все хорошо перемешиваем, пока курица горячая, специи раскроют свой аромат лучше. Готовим тесто. Смешиваем сметану, яйца. Просто перемешиваем лопаточкой. Добавим совсем немножко соли, буквально 1 четвертую чайной ложки. Добавляем муку, чайную ложку разрыхлителя без горки и аккуратно все перемешиваем. Тесто получается немного. Смотрите, какое по консистенции оно должно получиться. Чуть гуще, чем на оладье. Такая густая сметана. В смазанную маслом чашу мультиварки выкладываем все тесто. Пирог у нас будет открытый, поэтому тесто выкладываем все. Обязательно хорошо распределяем ровным слоем теста. На тесто выкладываем кусочки курицы, желательно без жидкости. Сверху курицу посыпаем половиной тертого сыра. Вторую половину сыра мы уже посыпем готовый пирог. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на ручном режиме при температуре 130 градусов 1 час. Можно готовить на режиме выпечка также 1 час. Прошел час. Вот такой пирог получился. Через 5 минут будем доставать. Доставать будем как пиццу, наклонив чашу на бок. Перед тем, как доставать пирог из чаши, обязательно лопаточкой пройдитесь по краю. Приподнимите со всех сторон. Вот таким образом. И теперь, наклоняя, скатываем пирог на край, приподнимая края. Пока пирог горячий, обязательно посыпаем его еще раз тертым сыром. И можно сразу нарезать. Он получается небольшой, но очень сытный. Очень вкусный. Пирог можно с легкостью разрезать на 6-8 частей. Он получается сытный. В принципе, может заменить даже обед или ужин. Пирог в разрезе, вблизи, как вы видите. Достаточно много и начинки, и теста. Сам пирог хорошо пропекся и поднялся слегка. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok